Привет! Игромания на связи! Помню, когда только-только начинался All In, мне со всех сторон прилетало. Даша, что бы ни случилось, не читай комментарии. Но я же как баран. Я буду читать, потому что я хочу знать свою аудиторию. Вот я сейчас пожинаю плоды. Благодаря этим самым комментариям и тому, что многих из вас я уже узнаю и с некоторыми общаюсь, кто-то даже стал моими друзьями, Я сейчас ловлю и вот это странное ощущение, будто я сижу не у себя дома, а там где-то с каждым, с каждой из вас. И рассказываю все то, что команда All In собрала за сутки. Типа, ты видел вот это? А это? А скидки? И время от времени кто-то проходит такой, начало с 0.56, не благодарить. Короче, я рада, что у нас такие теплые дружеские отношения. Ну и новый выпуск All In прямо сейчас. Новости на старт! Марш! А помнишь, нам обещали крутые анонсы? Но тогда еще некоторые инсайдеры удивлялись, типа, как? Как? Такие бомбы можно до сих пор держать в секрете? Но, видимо, в общем механизме что-то расслабилось, потому что один секрет все же, похоже, не удержали. На сайте торговой сети Max в Гватемале, официального партнера Nintendo, появилась страница ремейка «Принца Персии». Выйдет он, предположительно, уже в ноябре. Вероятно, одновременно с консолями нового поколения. Джейсон Шрайер косвенно подтвердил правдивость утечки. Мол, ах, опять эти магазины испортили сюрприз от Ubisoft. А раз это правда, то... «Принц Персии» возвращается! Возникает вопрос, какой именно? И вот здесь стоит вспомнить, что еще весной неизвестный пользователь уверял, что Ubisoft решила вернуть к жизни всю трилогию песков времени, выходившую с 2003 по 2005 год. Впрочем, арт на странице, похоже, взят из забытых песков. Так что ясно, что пока ничего не ясно. Но все же ждем анонс. Sony и Microsoft наотрез отказываются показывать нам графику нового поколения. Но тут на помощь неожиданно приходят китайские товарищи. С анонсом экшена Black Myth Vukong. По части геймплея могут, конечно, быть разногласия. Но картинка и качество анимации выше всяких похвал. Видео наглядно показывает, какими могут стать игры завтрашнего дня. Обычно западные студии во время анонса высыпают кучу подробностей без геймплея. Но китайцы сделали наоборот. Они выложили 13 минут игрового процесса без особых подробностей. Известно только, что главным героем станет король обезьян, известный в мировой культуре персонаж. И что ролевой экшен выйдет не только на ПК, но и на актуальных консолях. Дата релиза, увы, пока неизвестна. Как видишь, новостей сегодня столько, что даже анонс новой Call of Duty был задвинут на второй план. Как и ожидалось, она будет называться Black Ops Cold War. Все подробности раскроют 26 августа, причем в Верданске. То есть в королевской битве Warzone. Ну а пока разработчики показали тизер с отрывками интервью КГБшника Юрия Безменова. 50 лет назад он сбежал в США и рассказывал обывателям о том, как СССР подрывает стабильность стран, расшатывает режимы и устраивает рукотворные кризисы. Все заканчивается предупреждением, что те, кто не знает историю, обречены на ее повторение. Посмотрим, конечно, что нас ждет, но, судя по всему, клюква будет еще та. Роковое число 23. С Джимом Керри, помнишь, да? А у нас тут роковое число 91. Оказывается, разработчики дважды переносили дату выхода Cyberpunk 2077 за 91 день до релиза. И вот сегодня снова наступило то самое роковое число. На этот раз на защиту игры встал безымянный герой. Он провел магический ритуал, чтобы оградить ее от новых переносов, и опубликовал запись обряда в сети. Возможно, к выходу этого видео ты узнаешь, что киберпанк снова перенесли. Но если этого не произошло, значит магия все-таки сработала, и тот парень всех нас спас. За что ему огромное человеческое спасибо от всего игрового сообщества. Коротко еще не значит бесполезно. Наша постоянная рубрика еще немножечко маленьких, но важных новостей. Авторы ремейка «Мафии» рассказали о классической, то есть максимальной сложности игры. Здесь враги будут сильнее, они не отображаются на карте, и при этом, как в оригинале, при перезарядке оружия патроны в магазине теряются. Впрочем, здоровье в проекте будет восстанавливаться само, но до 20%. Далее. Новая часть «Батлтотс», как и ожидалось, получает смешанные оценки. Есть несколько хороших отзывов, но негатива куда больше. На метакритик у игры чуть больше 70 баллов из 100. Команде Vampire The Masquerade Bloodlines 2 произошли изменения. Разработчики решили избавиться от Брайана Мицоды, который написал сценарий и для оригинала, и для сиквела. Кроме того, уволили творческого директора Кая Клани. Вместо них взяли Александра Мадрыку, ранее трудившегося над играми Ubisoft. Мицода в шоке и говорит, что он очень зол и разочарован. А Sony выпустила первую масштабную рекламу PlayStation 5. Видео вышло очень загадочным, и компания пояснила, что оно посвящено основным фишкам консоли. Ломающийся лед символизирует новую виброотдачу, затем демонстрирует объемный звук, а натягивание дитивы – это отсылка к новым адаптивным куркам. О как! На Nintendo Switch завезли свежие скидочки! Давай скорее смотреть, что там. Сборник Hotline Miami подешевел до 660 рублей, а за 770 можно взять отличную стратегию Yes, Your Grace. За 900 – полное издание Ori and the Blight Forest или Torchlight 2. Также имеются скидки на серию Devil May Cry и другие известные игры. А еще началась большая распродажа от трех топоров российской студии, отвечающей за серию Ил-2 «Штурмовик». С выходом авиасимулятора от Microsoft интерес к жанру снова вырос, и цены снизили от 66 до 85%. Битва за Сталинград продается за 300 рублей, битва за Кубань за 750, а первая часть летающего цирка с самолетами Первой мировой подешевела с 5000 до 1700 рублей. Новости, все. Вы интересуетесь облачным геймингом? Если да, заходи к нам на сайт, там появилась статья, где мы рассматриваем самые популярные облачные сервисы, доступные в России. И еще мы написали статью о 9 лучших реальных городах для виртуальных путешествий в играх. Су-су-су-су-су-су. Заходи и читай. Сейчас скажу то, из-за чего можно и подзатыльник получить. За то, что напомнила. Лето почти заканчивается. Я сейчас смотрю мультик «Остров летнего лагеря». И как-то уже и не так грустно, что лето кончается. Он от сценаристов «Времени приключений». А вообще это что-то среднее между Гарри Поттером, «Стар против сил зла» и «Временем приключений». Короче, если любишь все то, что я сейчас перечислила, обязательно посмотри. Он такой милый, такой добрый, просто мяу-мяу-мяу. Все, увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова